1972 год. Во Дворце культуры Герняков прошел торжественный вечер, посвященный 8 марта. В президиуме сидят одни только женщины, почетные труженицы Караганды. Доктор медицинских наук товарищ Бузина, рабочая обувной фабрики товарищ Пухальская, электросварщица завода имени Пархоменко товарищ Клинтакова, член городского женсовета товарищ Пирибинус, а также представительницы различных отраслей народного хозяйства, партийные и советские работники. Дорогих матерей, сестер и подруг приветствовали член-корреспондент Академии наук республики товарищ Букетов, секретарь парткома Треста Карганда Жилстрой товарищ Рогалев, другие официальные лица. С первых лет советской власти 8 марта стал государственным праздником. В 17-м году женщины получили право на голос, а Конституция 18-го года закрепила политику равноправия женщин. И органы советской власти стали притворять ее в жизнь. С 1965 года этот день стал нерабочим. Существовал и его празднично-официальный ритуал. На торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации государственной политики в отношении женщин. Ярким свидетельством величайших прав, дарованных советской женщине Конституцией, является активность женщин во всех областях жизни. В нашей стране нет такой отрасли, где бы женщины не достигали замечательных успехов, где бы их успехи не получали признание советского народа, партии и правительства. Для меня советская женщина, женщина, для которой были открыты все дороги. Может быть, потому что я была такой активный человек, может быть, потому что я действительно... Вот вы говорите, совок, да? Может быть, я была тем самым совком. Надо понимать, что вкладывать в это понятие. Я вкладываю в то, что мы верили в те идеалы, которые нам пропагандировали, что социализм – это единственная форма общественного устроя, тогда, когда можно было проявить себя во всем. В творчестве, в труде, в жизни, в семье, в любви, где угодно. И эта идеология, на самом деле, она вжила в нас, и я искренне в это верила. Если в этом смысле, то я совок. И все, кто, как и я, активный и искренне работали, тоже были совки. А что касается женщин, она действительно пропагандировалась. То есть женщина, женщина активная, женщина труда, ее стимулировали. В отличие от сегодняшнего периода, когда женщина очень активная в общественной жизни, но, к сожалению, она не получает никакого поощрения, ни государственного, по большому счету, ни общественного какого-то особого признания. Да, конечно, говорят, наверное, спасибо, а это было поставлено в систему. Если женщина проявила себя и сказала, что вот я буду там лидером какой-нибудь пионерской, комсомольской организации, тогда еще девушка, не женщина. Потом она возглавляет завод, или она возглавляет какое-то движение в поддержку обездоленных, голодных в Африке, поддерживает революционеров на Кубе и так дальше, то это поощрялось. Это становилось темой для будущих каких-нибудь классных часов. И после чего, так сказать, она возводилась в рамк практически человека святого, героя, на которое, так сказать, должны были равняться все остальные. То есть появился повод для последующей идеологической работы. Для меня советская женщина – женщина, которая по духу своему может делать все. И умела делать все. Она успевала, ну, это как по Некрасу. И коня на скаку, и в горячую избу, и так дальше. Вот это примерно так. Потому что нас, эта идеология… Вот я родилась, у меня уже родители были совки, да, вот в том смысле, в котором я это понимаю. И для меня это было совершенно нормально, что вот, если ты трудишься, если ты проявляешь свою активность, это замечательно, это все видит, и это самое главное ради людей, ради жизни, ради того, чтобы мы все хорошо жили. И, пожалуйста, если надо работать 25 часов, будем работать 25 часов в сутки. Если при этом надо пойти, как Корчагин, еще что-то там построить, или бревна перетаскать, да какие проблемы. А потом пойти на какой-то концерт, послушать какую-нибудь звезду, почему бы нет. И это тоже. Моя мама, собственно говоря, да, человек, который 42 года проработал в одной организации в Медакадемии, относится как раз к категории интеллигенции, то есть советской интеллигенции. Человек, который вот с тем же человеческим лицом, с той же вот мягкостью, присущей вообще любой женщине, при этом очень требовательный в работе, хороший профессионал. Вот для меня она авторитет и, скажем, идеал вот этого профессионального работника. Ничего, что было в семье, а в семье было всякое у нас, то есть были какие-то конфликты, были неприятности, ничего этого не было в ее работе. И даже тогда, когда девочка приходила к ней на работу, она заведовала кафедрой, воспитала целую прияду будущих профессоров и так дальше, человек, который никогда не показывал, что у нее в семье где-то что-то, это профессионал. Но человек, который при всем мягкости общения, и вам кажется, а, пять секунд сейчас я уговорю, мне поставят пятерку, трое, бесполезно. Если ты не знаешь предмет, ты получишь заслуженные два, три, четыре, чтобы получить пять, ты должен знать вот. Есть определенный критерий. Вот для меня это тоже такой вот показатель. И человек, который абсолютно искренне верил в то, что говорит власть, это так и должно быть. Я это убедилась уже впоследствии. И в наши времена, при одном из Акимов, не будем говорить, кто, когда он выступал перед ветеранами, она уже ветеран труда, и говорил там, как раз к 8 марта, говорил о том, что вот, благодаря вам, только вы ради вас, все это сделано, мы вот, готовы. И вручила всем конверт с 10 тысяч тенге премиальных. Мама со слезами это все рассказывает. А мне обидно, что значит вы ради вас и все для вас, и 10 тысяч конверт в качестве премиальных. На мой взгляд, это был какой-то плевок. То есть, смотри с точки зрения сегодняшней жизни, сегодняшних, так сказать, параметров, и что такое 10 тысяч тенге в качестве премиальных. Было обидно. Мама же считает, что это замечательно. О них думают. То есть, они не смотрят на размеры этого спасибо, да? Они на это не обращают внимания. Они смотрят на то, что на самом деле их еще помнят. Им действительно говорят спасибо. Они верят в искренность этого спасибо. И им все равно, что при этом те условия, которые, так сказать, реально можно было им создать, им никто не создает. После распада Советского Союза, день 8 марта, остался перечень государственных праздников Казахстана. Отмечается женский день и в других странах СНГ. В России, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, как международный женский день. В Белоруссии и Узбекистане, как день матери. В Армении 7 апреля отмечают день материнства и красоты. Наши современники особо не задумываются об истоках празднования 8 марта, а просто воспринимают этот день как повод для того, чтобы подарить цветы своим дорогим женщинам. Но давайте не будем забывать их и в прочие дни. Поэтому дарите цветы и подарки своим любимым не только на 8 марта.